Местом проведения конференции Московского областного отделения опоры России Одинцовский район стал не случайным. К развитию малого и среднего бизнеса муниципальная власть относится со всей серьезностью. Мы всему социальному бизнесу даем, например, поддержку по аренде муниципального имущества и 50% скидки на это имущество. Мы поддерживаем в виде субсидий модернизацию производства. Мы, соответственно, снимаем все бюрократические препоны, когда люди хотят оформить свой собственный бизнес и начать предпринимательскую деятельность. У нас существуют окна, специализированные в наших МФЦ, где проводятся консультации по всем налогам, по формам поддержки, по тому, как работает корпорация развития Подмосковья, о том, какие формы поддержки бизнеса существуют в целом на территории Московской области. Важная тема для обсуждения – федеральный закон о самозанятых гражданах. В чем смысл этого закона? Мы очень хотим, что люди, которые уже начали заниматься предпринимательской деятельностью, могли официально зарегистрироваться и почувствовать себя, назовем так, вовлеченными в экономический процесс. Чтобы они, в том числе, конечно, платили налоги, потому что это будет уже законная предпринимательская деятельность. Открывая работу конференции, глава района сравнил предпринимательство с ездой на велосипеде. Чем выше скорость, тем устойчивее бизнес. Создание здорового делового климата невозможно без уважительного и конструктивного диалога власти и бизнесменов. Ключевые проблемы, они, в принципе, известны, и они отражены в майском указе. Это бизнес-климат, который все еще недостаточно хороший, и который, собственно говоря, не позволяет многим захотеть стать предпринимателями. Мы помним, что всего лишь 2-3% от всего населения хотят быть предпринимателями, в том числе из-за тех рисков, которые сегодня существуют в этой профессии. Во-вторых, это доступ к финансированию, к дольготному кредитованию. Для обсуждения вопросов, связанных именно с кредитованием, к участию в конференции были приглашены представители финансовых организаций. Конечно, при ставке рефинансирования в 7,5% бизнесу сложно ожидать сверхдешевых кредитов. По тому количеству заявок, которые к нам сейчас приходят, мы делаем достаточно позитивные выводы относительно возможности дальнейшего кредитования. При том, что условия для предприятия и малого бизнеса существенно улучшились в этом году. И, как я уже ранее отметил, впервые ставка для субъектов МСБ стала, возможно, менее 10%. Это, на самом деле, достаточно такое знаковое событие, потому что раньше кредиты были значительно дороже. Участие в конференции приняла и руководитель областного управления Федеральной налоговой службы Екатерина Макарова. Одна из центральных задач – оптимизация налогового законодательства. Также на форуме проводились бесплатные консультации и занятия, посвященные поиску точек роста компании и развитию социального предпринимательства. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Один Соло».